Привет, мои дорогие девочки! Сегодня я хочу поговорить с вами про наши отношения с едой, про диеты и про расстройство пищевого поведения. Так или иначе, наши отношения с едой влияют на всю, пожалуй, нашу жизнь. От того, как мы их выстроим, зависит и, в первую очередь, важнейшее, что у нас есть, это наше здоровье. И уже дальше вытекает наша красота, наша внешность, наше самоощущение, самооценка, самоуважение, наши взаимоотношения с миром, с мужчинами и так далее. Поэтому это крайне важная вещь. Но так исторически сложилось, что вот именно, наверное, наше поколение испытывает большие трудности с этим. На нас свалилось огромное изобилие еды, и при этом в это же время на нас свалился большой прогресс и с ним связанная гиподинамия. Мы все пересели на автомобили, у нас всех есть пульта телевизора. Нам не надо с утра есть кашу с салом и идти потом в поле пахать, обрабатывать свой огород, свой участок, или стоять на заводе у станка. Все мы работаем на достаточно пассивных таких физических, да, пассивных работах. Но при этом послевоенное время, когда сначала был дефицит, а потом резко все появилось, наши родители думали, что хотят из-за того, что сами этого недополучили, думали, ну я вот своему ребенку это все самое лучшее дам. Вот соседи покупают своему сникерс, и я своему сникерс куплю, чем мой хуже, да, им казалось, что они делают нам благо, но на самом деле прививали не очень здоровое пищевое поведение, не очень здоровые пищевые привычки. В связи с чем мы выросли с неоднозначным отношением с едой, и большинству из нас приходится осознанно теперь уже менять это отношение, и осознанно задумываться, а что такое хорошо, что такое плохо, и над этими привычками работать. Но есть те, которые сталкиваются с расстройством пищевого поведения, и им не так-то просто сесть на какую-то диету и похудеть, потому что есть постоянно потребность заедать стресс, заедать какие-то свои эмоции. Еда ассоциируется с, если не единственным, то, пожалуй, самым большим источником удовольствия. При расстройстве пищевого поведения мы испытываем стыд и вину, когда мы что-то съедим, но мы не можем себе в этом отказать, мы едим и не можем наесться, нам кажется все мало, мы не чувствуем насыщения, от этого еще хуже. Мы плачем и едим. При расстройстве пищевого поведения, естественно, зацикленность на своем внешнем виде, постоянное недовольство, анорексия, булимия – это все тоже проявление расстройств пищевого поведения. И причины здесь бывают две – это психологическое и это физиологическое. И чаще всего, я вам сразу скажу, не спешите диагностировать у себя расстройство пищевого поведения, если вам так велико искушение свалить свою проблему на то, что «Ой, у меня расстройство пищевого поведения». Ребята, не спешите, потому что это не выход, поверьте. Переваливание ответственности на эту всю историю вас не приблизит никак к стройности. Психологически, может быть, вы, конечно, испытаете некое облегчение, да, когда вы перевалите ответственность и «А, фух, я оказывается больна, у меня расстройство, мне нужна помощь». Да, действительно, при расстройстве пищевого поведения очень важно разобраться, вот при вот таких вот симптомах, да, важно разобраться, во-первых, действительно ли у вас какие-то психологические причины или физиологические. Психолога или диетолога помощь? Потому что если психолога, если причина вашей низкой самооценки, в вашем непринятии себя и своих слабостей, своего пути, своей уникальности, то есть тотальное обесценивание и подгон себя под какой-то стандарт, постоянная идеализация, постоянное угодничество каким-то чужим стандартам, чужому мнению, не умение проживать собственные эмоции, не умение исполнять собственные желания, то есть абсолютное самоподавление или абсолютное самопожертвование в пользу мужа или детей. Из-за этого абсолютная обесточенность, потому что мы забиваем на свои желания, мы никаким образом свой ресурс не восполняем, мы себя раздаем. А как восполнять этот ресурс? Из-за этого мы чувствуем себя подавлены. И, естественно, энергии противостоять каким-то эмоциям, если они случаются, а у таких людей они постоянно случаются, потому что если мы себя не ценим и не любим, то пространство тоже нас не будет ценить, к нам обязательно будут относиться по-свински. Чем больше мы будем растворяться и себя отдавать, тем больше мы будем получать вот эту неблагодарность, как нам кажется. Хотя на самом деле это закон природы, потому что мы себя не ценим, мы на себя наплевали, и все, весь этот мир наплюет на нас. Если мы себя обесточили, мы становимся сразу же неинтересны этому миру. И поэтому, если вы себя отдаете мужу, потом не удивляйтесь, что вы ему просто становитесь неинтересны. Потому что вы себя исчерпываете. Очень важно себя наполнять. Чтобы себя наполнять, очень важно понимать, что вы хотите. Очень важно понимать желание своей души. То направление развития, в котором вам хочется двигаться. То есть, что вы хотели бы познавать, что бы вы хотели изучать. Это не обязательно для зарабатывания денег. Это может быть и просто что-то творческое. Это может быть какой-то спорт. Неважно, но у вас должны быть какие-то инструменты, за счет которых вы наполняетесь энергией. Если энергией вы себя не восполняете, то где ее взять? Самый доступный источник удовольствия и энергии – это еда. И, конечно, этому противостоять становится сложно, потому что вы опустошенные. Вы себя всю раздали. И при вот таких вот раскладах здесь в меньшей степени нужно думать о похудении. Здесь в меньшей степени нужен тот человек, который вас похудеет. И в большей степени тот, кто поможет вам наладить взаимоотношения с самой собой. Наладить ваше психологическое равновесие. Наладить вашу самооценку поможет вам, если вы сами не справляетесь путем самоанализа каких-то книжек. То лучше, пожалуйста, на марафон, мой марафон по самооценке. Отложите эту мысль. То есть, если вы чувствуете, что очередная мысль о том, что опять очередная диета, опять похудение, опять страх того, что не получится, сорветесь, разочаруетесь. Если у вас это вызывает настолько психологическое напряжение, то лучше отложить эту идею и заняться своим психологическим равновесием. И уже от любви к себе, от изобилия, от энергетической наполненности работать над собой, над своим телом. Это два принципиально разных подхода. Поэтому, девочки, если вы подозреваете у себя расстройство пищевого поведения, именно вот такого психологического, связанного с низкой самооценкой, то тогда первое, что вам нужно, это оставить мысль о похудении. Поэтому не думайте, что вы сейчас диагностируете себе РПП, и я вам скажу, вот диета для таких, у кого РПП. Нет, для тех, у кого РПП именно психологическая, никаких нафиг диет. Первое, это просто ослабить вот это напряжение, да, как в транссерфинге у Зеланда. Кто не читал, почитайте. Это очень потрясающая книга, где очень много, в принципе, мудрости, очень много энергии, которой вы, кстати, можете наполнить. Она вам много даст инсайдов и много энергетической такой вот наполненности. Там говорится про вот эти равновесные силы, когда мы создаем избыточное напряжение, то у нас как раз-таки пространство еще больше. Ну, то есть, как только мы говорим, нельзя есть пространство, думаю, да что же это такое, оно еще больше вам дает аппетит. Потому что аппетит – это инструмент выживания организма, да. И, естественно, если у вас стресс, организм это расценивает как что-то, угрожающее вашей жизни, да, вот такие стрессорные гормоны, для чего существуют в организме? Для того, чтобы мобилизовать вас. И организм еще больше пошлет вам аппетит. Поэтому нам нужно это напряжение минимизировать, наоборот, вот это вот избыточное напряжение убрать. И сказать себе, все, ладно, вообще не буду худеть, буду любить себя такой. Вам кажется, что, да как это, да бред, поверьте, у меня было такое, когда я настолько себя уже, когда мое любимое дело переросло в мою работу и в мою обязанность, в какой-то момент я словилась на том, что я ненавижу это все. Я это делаю не потому, что я это люблю, а потому что я это должна делать, я обязана. Я уже вот в этот маховик, он закрутился, я не могу его бросить, я не могу его подвести. У меня целая команда, у меня люди, у меня мои клиенты, да, мои подписчики, у меня команда, которая на меня работает, и их зарплата от меня зависит. И вот как когда-то это напряжение меня настолько убедило в том, что я ненавижу спорт, я не хочу туда ходить, я не хочу больше сидеть на диетах, я хочу просто расслабиться, сидеть, обжираться. И я тогда себе просто разрешила и сказала, Катя, я разрешаю тебе больше не ходить в зал, больше никогда. Ничего, найдем чем заниматься, будем носки вязать, я вот всегда говорю, пешком соберу узелок и пешком в Индию пойду душу искать, я не знаю, там, приключения искать, неважно, просветления искать. И главное, что я себя не предам. Главное, что в этот момент я погладила, погладила своего маленького ребенка, который от этого напряжения уже устал. Я сказала, что хорошо, все, хочешь, никогда вообще не будем в спортзах. И когда я себе это разрешила, и я реально день полежала, два полежала на диване, пообъедала все, что я хочу, полежала, подеградировала, что назвать, но осознанно. То есть я себе это разрешила, более того, я себя за это хвалила. Я лежала и говорила, какая молодец, вот молодец. Я-то знала, что для меня это тоже борьба над собой, потому что моя вторая часть, мой внутренний родитель, мой внутренний надзиратель, который говорит, ты что? Ты же останешься без денег, ты же будешь жирная, да это же позор, да ты что? Ты же там потеряешь репутацию и все на свете, да ты все потеряешь, если ты только бросишь. И вот эта вот борьба с вот этим внутренним надзирателем моя, когда я говорила, что я делаю это ради своей души, по сути, я же совершала подвиг, я лежала, себя еще и хвалила, понимаете, за вот эту деградацию, за вот эти тортики. И я настолько наполнилась, я не знаю, мне недели хватило не ходить в спортзал, да, я не неделю, естественно, объедалась, чего хотела, а я неделю где-то не ходила в спортзал, ну, может быть, больше. У меня бывали периоды, когда я себе прям говорила, все, отдохни. Да, наверное, даже больше. И отлично, сколько нужно, столько и отдохните, но снимите вот это с себя напряжение. И когда я себе разрешила больше никогда не возвращаться в спортзал, только тогда я действительно поняла, что, блин, ну я же это люблю, ну я же люблю, я не могу без этого, я от этого наполняюсь. Но, понимаете, я настолько за это время наполнилась энергией, потому что если бы я себя самобичевала, если бы я себя постоянно ругала, моя бы энергия только утекала. От этого зависит очень много от вашего настроя. Если вы себя хвалите и благодарите за это, то вы наполняетесь энергией. Проходит несколько дней, вы уже не можете лежать, вас разрывает, у вас уже просто свербит в одном месте, потому что у вас энергия, вы не знаете, куда ее деть, в зал пойти поработать, что-то сделать, с кем-то встретиться, пообщаться, кому-то что-то рассказать, потому что энергия прет, потому что вы себя, себе любовь таким образом отдавали. А когда вы себе отдаете, наоборот, ненависть таким образом, вините себя, бичуете себя, лежите, то есть, понимаете, одно и то же лежание на диване может иметь совершенно разные последствия. Тогда за вот такой вот день лежания на диване можно всю энергию слить вообще в хлам. Казалось бы, лежишь на диване, казалось бы, ничего не делаешь, а ты как прибитая к полу, не сил, ничего, а все отсюда, все из головы. А все это начинается от любви к себе, от самооценки, от непринятия, от себе слабости, от непринятия своей уникальности, то, что да, оказывается, я имею право на то, что у меня может случиться такой период, я имею право, что у меня может быть кризис, я имею право не захотеть этого, я имею право отдохнуть, вообще отказаться, поменять может быть маршрут своей жизни навсегда. Поэтому, вот с такими всеми историями на мой марафон любви к себе. Вторая причина, и кстати, как неудивительно, с расстройством пищевого поведения вот такого типа, чаще всего встречаются именно очень стройные девочки относительно. То есть, если вам кажется, что расстройство пищевого поведения это типа, это про толстушек? Нет, чаще всего нет. Чаще всего это относительно стройные девочки, модели, которых вы видите в инстаграме. Вот у них вот этот вот, вот эта идеализация, вот это желание соответствовать вот этому определенному стандарту, имиджу, который они сами, в который они сами себя загнали в эти рамки, вот зачастую у них переживание над каждой калорией, не дай бог поправиться. Вот не у тех, у кого лишний большой избыточный вес. Там чаще всего просто порочные привычки, с которыми человек не может справиться, ну, без помощи хорошего тренера и диетолога, без хорошей системы, просто системы, которая поможет вам поменять свои привычки. Здесь все гораздо проще, поэтому не спешите, пожалуйста, диагностировать у себя, ой, у меня РПП, все пропало, да. Если у вас вот нет вот этих булимических приступов, да, когда вы там съели, пошли, вырвали, на протяжении, по крайней мере, какого-то времени, не то, что там один раз, да, это все, может быть, и какие-то такие эпизодические моменты, да, может быть, момент эмоционального какого-то. Ну, а у всех у нас бывают разные эмоциональные состояния, да. Завтра фотосессия, я тут резко пережрала, ну, вот контрольчика ослабилась, да, я там ПМС, я пере... Я не оправдываю это все, это тоже звоночки, которым нужно задуматься о том, что так, все, Катя, что-то у меня не то с диетой, что-то, значит, не то. И вас, скорее всего, здесь причина вторая, это физиологическая. И ноги растут, естественно, от неправильного питания, потому что неправильное питание может вызвать большой дисбаланс по микро- и макро-нутриентам, а наш организм, как я уже сказала, он, если ему чего-то не хватает, он усиливает аппетит, потому что он воспринимает, ага, опасность, опасность, нам чего-то не хватает, жизненно важных нутриентов, да, микро- или макро, то есть белков, жиров и углеводов, или витаминов, минералов, или даже воды, если не хватает, организм повышает аппетит, потому что иногда мы путаем вот эти вот сигналы аппетита и жажды, поэтому не забывайте тоже пить воду. И, то есть неправильно сбалансированная диета ведет к гормональным нарушениям, то есть, ну, у нас подскакивают гормоны стресса, у нас снижаются гормоны, отвечающие за насыщение, то же самое лептин, да, то есть мы едим, а насыщение не приходит. Это все, как правило, следствие неправильных диет, тех самых жестких диет. Вообще, я не люблю демонизировать это слово «диета». Диета, по сути, это просто образ питания. Это наш с вами рацион, то есть это синонимы. Мой рацион и моя диета. То есть это не всегда, диета это не про жесткие ограничения, но я сейчас говорю в контексте именно жестких диет, каких-то монодиет, каких-то агрессивных диет, направленных исключительно на похудение. Мои марафоны, это всегда в первую очередь про здоровье, это всегда в первую очередь про баланс. Я не даю никому никаких женских диет. Я рассказываю, как есть, какие продукты выбрать, исходя из ваших вкусовых предпочтений. Никакой жести. И тем более, зачастую вот эти вот диеты, а они почему-то адски популярные. Это типа, как похудеть без спорта? И людям так нравится этот запрос, и люди так гордятся тем, что посмотрите, как я похудела без спорта. Зачастую именно такие диеты вызывают большие откаты, потому что если без спорта, учесть нашу гиподинамию, то есть очень малоподвижный образ жизни в большинстве своем, а еще и без спорта, то есть я представляю, какой там скудный колораж, а там, где скудный колораж, там дефицит микро- и макроинтриентов. Где дефицит микро- и макроинтриентов? Скоро, вскоре это вызовет гормональный дисбаланс, а против гормонов уже не попрешь, мои хорошие. Гормоны, если начинают бушевать, то ты уже ничего не дашь, силы боли ни одного спортсмена не хватит, ну хватит на неделю, на две, да, если ты там, знаешь, у тебя соревнования, потому что мотивация максимальная, а они пройдут, и тебя сорвет пуще прежнего, потому что противостоять каждый божий день, каждую минуту и каждую секунду вот этому постоянно свербящему аппетиту невозможно, поэтому гормоны нужно держать в балансе, а для этого нужно свое питание держать в балансе, а для того, чтобы питаться полноценно, нужно тренироваться, нужно заниматься спортом, сколько я вижу худых, вот больше всего жалуются на вот этот вот, вот у меня только жирок внизу живота, вот у меня только бачка, не-не, у меня все нормально, ну вот только руки бы как высушить, не-не, у меня все хорошо, ну вот только бы ушки на бедрах убрать, как правило, вот феноменально, это говорят не женщины, которые бы весят 80 килограмм, нет, это говорят мужчины или женщины, да, ну мужчины там брони из животика, еще что-то, которые весят, блин, 60-50 килограмм, вот ей богу, вот они больше всего жалуются на вот этот вот жирочек, а все почему? Потому что нету мышц, нету мышечной массы, и как только они съедают лишний хачапури, когда поедут в Грузию там, к друзьям отдохнуть, все, они тут же заплывают жиром, потому что лишняя калория, каждая идет в жир, потому что нету мышц, а мышцы, они требуют еды, и если я съем лишнюю хачапури, она у меня пойдет к ягодице, ну условно говоря, лишнюю, да, понятно, что если я too much прям съем, да, но я могу позволить себе гораздо больше, чем просто худой дрищ съесть, и при этом не заплыть лишним жиром, потому что у меня есть мышцы, мышцы требуют энергии, они требуют еды, да, то есть я говорю про спорт не только как источник сжигания калорий, в моменте, здесь и сейчас, да, вот, понятно, что я там сожгу 200-300 калорий, круто, круто, на эти 200-300 калорий я могу съесть лишний банан, а это калий, а это микроэлементы, а это и глюкоза в том числе, которая и эндорфины поднимает, а эндорфины в свою очередь, очень важны, и от тренировки, кстати, гормоны радости, которые мы тоже получаем, они подавляют в свою очередь аппетит, и они помогают очень сильно справляться с РПП, но правильные тренировки, потому что тренировки, которые направлены на то, чтобы сжечь 40 кг за месяц, да, в какой-нибудь суперагрессивной, блин, сушке, вот такой, вот такой марафон поднимает гормоны стресса еще больше, и повышает аппетит еще больше, то есть тренировки должны быть такие, которые не поднимают ваш уровень стресса слишком высоко, но зато поднимают уровень эндорфина в крови, и это наоборот при правильной тренировке и при правильном психологическом настроении, это наоборот вызывает подавление аппетита, и со мной согласятся люди, действительно стройные люди, со стройным мышлением, назовем это так, как правило после тренировки есть не хотят, это доказано, что поднимается уровень гормонов счастья и радости, поэтому девочки мои хорошие, выбирайте марафон стройности ягодиц или пресса, то есть мой марафон по правильным тренировкам, правильному питанию, выбирайте марафон самооценки, а лучше и то и другое, это будет прям огонь, одно другому 100% не мешает, они вместе работают прям супер идеально, и очень многие ваши вопросы, они отпадут сами собой, правда, лучше не экспериментируйте, потому что каждая диета, она бьет по самооценке, она еще больше создает напряжение, и вот это реально верный путь к РПП в итоге, к расстройству пищевого поведения, то есть лучше начинать сразу же с более адекватного, сбалансированного питания, плавного прихода к своему комфортному весу, не анорексичному, для этого мы занимаемся спортом, мы делаем спортивную фигуру, ну ведь я не худая, я вообще не худая, у меня тоже есть жирок, будем спортивными, здоровыми, вот это в приоритете, потому что здоровый человек априори красивый, а красивый стройный человек, ох-ох-ох, далеко не всегда здоровый, счастливый, гармоничный, поэтому, мои хорошие, жду вас на своих марафонах. Субтитры создавал DimaTorzok,